Ребята, привет! С вами Игнат, я вон с красотками со своими. Света, Оля, Полина. Мы находимся в Красноселовке. Вот в этом гостевом доме мы ночевали. Идём знакомиться с этим посёлком. Это Устья реки? Почему Устья? Это русло. Ой, русло, да. Это Устья. Ух ты! А чё-то нету здесь вообще воды, да? А нам по русло идти, Джордж? Нет, нам нужно вообще-то потом перейти на ту улицу. Да, это таки была река, ребят. Это был мост. И сейчас у них есть возможность его починить. Должна быть какая-то нормальная городка. Даже набережная укреплена. Кто-то вчера говорил, что набережная укреплённая есть реки. Вот она. Оттуда, ребят, мы подняли сюда. Смотрите, какая густая растительность. Блин, крымские эти деревни. Такие прикольные. Так, здесь круто. Где-то здесь мечеть, ребят. Ищем мечеть. Вон два замка. А где наш замок? А вот он, наш замок, в котором мы ночевали. Китайский. Китайский дом. Мы в таком ущелье прям спали, да? Да, да. Но там тишина, и правда. Тишина, да. Очень круто. Чё ж река у них пересохла, интересно. А, да, сегодня самый жаркий день августа. Просто мы ещё... Мы в горах, это, по идее, должно спасаться, да? Интересно, школа тут у них есть? Я думаю, нет. Так, ребят. Я подумал, что тут дом почерпится. Пришли мы на огород, на чьей-то мечети нету. Ну, люди бассейны. А, тоже да. Чё? Пока в другом месте. Мы не туда пошли. Да, нам надо пойти по другому дому, а потом возле колодца, вот по вот этой дорожке. Ну, всё, и дальше идём. Идём кинуват. Зашли к людям такие. Они не огораживаются. Смотрите, ребят, тут колодец. Сейчас посмотрим. Ой, не видно даже. Ну, вода, наверное, есть. А чё такое большое на кусте? Вон, яблоко, да? Преследует меня яблоки. Посмотри, вон, какая веранда у них. Типичная татарская. Это старый дом? Да. Прикольно. Более старый, конечно. А вон тоже, видите, черепица? Да, мы сейчас к нему пойдём. Вот, ребята, старый дом тоже. Да, давайте исключим. С черепицей. Со старой. Блин, заброшенный реально. О, нифига у кого-то даже. Это гостевой, наверное, дом, да? С таким балконом, с таким забором. Или дача, да, какого-нибудь симферопольского единороза. Единорога. Ну да, это дача, наверное. Это, наверное, дача. Вон, даже, видите, благоустройство тут делалось. А, колокол. Смотрите, ребята, как красиво выходишь. Тут прям такая дорога к мечети, к этой старой. Чего тут написано? Частная собственность. Вход распрещен, я думал. Парковаться запрещено. Смотрите, какие красные ягоды. Сливы, наверное. Ну, я уже, честно говоря, с утра её объелся. Ммм, это лучше. Мы нашли, ребят. В общем, сейчас у местного девочки спрашивали. У местного девочки спрашивали. Остатки остатки мечети. Они заросли ежевикой. Мы туда не попадём. В холодильник. Ну, мы нашли. Тоже всё тут немножко зарастает. А, крапива опять. Древнегреческий холодильник. О, какая веранда. Веранда офигенная. А что, тут предполагался душ в туалет? Да, я думаю, это какие-то дом. Блин, а что это за такое? Тут столько старинных холодильников. Вот это, третий. Что? А, это под голову с машины. Подголовник. А кто там летает? Там летучая мышь летает. А-а-а! Петька была. Да, и там ещё камин есть. Блин. Летучие мыши приносят бешенство. Да. Да, лучше камин есть. Давай. А где ты видишь камин? Вот тут. Посмотри. Так заправлено. А-а-а! Летучки. Пожди, что-то нахрен. Я их боюсь. Я их не боюсь, но я боюсь, что они бешеные. Пойдёмте в окна хоть посмотрим. Там так постелься правильно, как будто ты человек. Ну, какое ощущение есть? Уже веранда вон обваливается. Третье мыши. А, да, вон в углу камин. Прикольно. Ну, это гостевой дом такой же, как типа наш планировался. Да? Блин, пошли отсюда. Полна ты одна за другой. Да. Не гостевой дом, а как? На одного. Ну, да, если так. А, ну, так даже. Ну, сейчас тут всё заросло. Я думаю, это какие-нибудь там... Начало двухтысячных. Конец девушек. А что, интересно, с хозяином? У меня тоже такая мысль. Мы опять все в колючках. У нас самая хитрая Полина. Она ходит в резиновых своих тапочках. И к ней ничего не лепнет. А странно, как это у тебя подол чистый остался. Ну, просто я уже прижуковщики порядок сидит. Так, ребят, в общем, тут ещё один дом недостроенный. И вроде как по точке, всё это говорит, там эта мечеть. А, опять крапивка! Ой, что-то дерево красивое. Где-где-где? Пифка? Вот это? Не знаю. Кедр? Нет, это точно не кедр. Нет, это не кедр. Это может ещё лиственница будет. А это что, бассейн? Угу. А может и пифка. Прикольно. Ну, не зазна и не кедр. Кожа на пифка. Угу, это про пихту или про бассейн? А? Ты угу сказала про бассейн или про пихту? Да. Прикольно, да? Бассейн кто-то себе тут сооружил. А тут вообще всё планировалось. Дураго-богато. Угу. На пихтах. Возьми камеру. Я на телефон сниму. Дураго-богато. Дураго-богато. В общем, ребята, такая тема. Не нашли мы остатки. Нашли, но их очень мало. А, нашли, но их очень мало. Я просто не ходил туда. Я летал. Вот. Ну, зато посмотрели этот посёлок. Где он, розы. Кстати, у нас в гостинице там тоже розарий какой-то неплохой, да, по-моему? Надо сейчас показать тоже. Ребят, смотрите, какая дача у кого-то с такой круглой крышей с таким огромным каменным забором. Наш домик, вон он, в китайском стиле. Мы вышли на дорогу, чтобы быстрее дойти. Ну-ка, тут что я? Какие-то детские, детская площадка какая-то. Советские турнички. Кольца. Прикольно такая крыша смотрится куполом. И тут, смотрите, а-ля это. Ммм, как раньше, мощение. Но это сами люди, конечно, сделали. Слушайте, столько недостроенных заброшенных домов. Начинали и не доделывали. Вообще, место крутое. Света реально говорит, что тут это. Угу. До Белогорска доехать еще 16 километров. Из Симферополя прям дача здесь очень. Фу, вон какая крутая. Там такие розарии. Вот дом люди большой строят. А мы идем в кафешку. Вот и наш дом. Вот здесь мы, ребят, ночевали. Ой, какая, как будто искусственная. Территория у кафешки. Вы видели на входе вот эта елка? Она как искусственная, прям такая идеальная. Ну, сорт такой. Ну, это женщина такая, зверевая. Это крымский сервис. Все хорошо, Полина. Что-то. О, прудик. Вон девушка-фотограф что-то там делает. О-о-о-о. С обчинами, ага. Да, в кафешке. Класс. Ой, девоньки, тут свадьбы надо играть, да? Нет. Светку будем замуж здесь выдавать. Нет. Нет, спасибо. Реально, а здесь же эта беседка на берегу реки, да? О-о-о, да, это набережная. Интересно, когда Ялтинский потоп был? Тут было? Наверное, была бы девушка. Для чего вот это надо? Ну, предполагалось, что тут тоже будет сидеть какая-то компания, наверное. Что там, Полина, твоя любимая? Топчаны? Пойдемте по мостику. Пожалуйста, я пойду скажу, что мне прошу пройдет. Ну, мы ее занимаем. Первая пошла. Не знаю, но мы по нему прошли. Что, будем в этот? Ой! А-а-а, да! Класс! И даже шторы прикольные, да? Вот здесь все идеально. Кстати, это их символ. Там даже у них прямо эти подвески есть. Так, нас ждут плохие новости. Девочки, мальчики, беседка стоит 800 рублей в час. О, ужас какой! Кроме еды. Поэтому разрешили нам покушать только на летней кухне вот этой же. А где, предполагается, вообще есть? Там, в этом. Ну, вот, в сарайчике. Ага. Где все едят. Ну да, развалились. Ну да. Прощай, беседка. Не будем мы тебя рекламировать. О, какой самовар крутой. Привет. Уже жарко. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Уже жарко, да? Хотя еще 10 утра. Да, да, да. Хотя, в смысле, уже есть. Мы придумали, как... Мы, вернее, теперь знаем, как в Америке таких женщин называют. Как наши повариха. Как наша повариха. Карна. Возьми на них. Женщина очень. Вообще, пожалуйста. Эпичная. В Америке тоже такие есть. Да, везде, конечно, есть. Если ты будешь ее снимать, то вот так полетишь. Я тоже так думаю. Так что да. А за съемку здесь берут тысячу рублей в час. Да, точно. За беседку 800 рублей в час. В час. Карен. В час. Карен. В час, Карен. Восемьсот кавилей. То есть, то, что нет туалетной бумаги и мыла, это, скорее всего, все платное. То есть, если бы мы попросили, то нам бы включили в счет. Все, кровати вот так разбрасываем. Так, ребята, вот такая вот терраса у нас. Вот такой тут розарий. Вот, кстати, еще один японско-китайский домик, не знаю какой. Вот, в принципе, вот это вот наша территория. Ну, калиточка тут не очень, но нормальная. Попрыгать! В общем, это первая комната в нашем доме. Все, нам уже выезжать, можно в кроватях прыгать. В сон. Да. Это не то, что мы такие плохие. Нет. Нас просто так вот здесь встретят. Да, тут вообще обслуживание огонь. Небольшая мстя. В принципе, все ок. То, что было. Вон, видишь, Полин, паутина. Да. Какая густая! Паучки, по-моему, не ползли. Нет. Да не нормально. Там какой-то фантик шухавали уже. Это не наша. А, это просто так убирались. Ну, ладно. Подготовили. Да. В общем, здесь мы со Светой спали. Да. Вот она гостиная. Мы с Олей. Здесь Полина с Олей спали. Здесь все было сложено. Это мы уже разложились. Иглаз разложили. Здесь есть шикарные шкуры убитых, не убитых животных. Не убитых, не животных. Не убитых, не животных, да. А вы их использовали? Нет. Мне же у нас были... Оля сначала такая взяла, говорю, Оля, не надо. Ладно. Есть камин, есть вот такая вот лестница. Немножко не подрассчитали, наверное, с проектом. Ну, ладно, как получилось. В общем. И вот такая у нас кухня. По кухне у нас тоже небольшие претензии есть. У нас есть микроволновка. Ребята, смотрите, у нас есть холодильник. У нас есть чайник. Но из посуды у нас только два стакана. Соль и сахар. Соль и сахар. Да. Ложек, вилок, ничего нет. Да, вилок нет. Ну, всё, пустота, видите, пустота. А из мусорного пакета и про ведро молчим. Ничего нет. Это мы свой на колхозе или пакет. Пустота, везде пустота. Света говорит, это кухня для того, чтобы её не пользовали. Я это говорила. Что она есть, но чтобы ей не пользовались. Спички здесь были? Да. Да, спички были. Зачем? Камин разжечь, который нельзя. Да, мне кажется, теоретически можно. Она просто решила себе лишнее внимание устраивать. Не париться, да. Устраивать. Где-то там в 9 вечера идти, что-то там подкидывать дровейшки, разжигать нам. Нам надо было сказать... Ну, это же люкс, мы хотим. Вил. Короче, люкс без вилок, без ложек, без ничего. Ну, ладно. В общем-то, спалось нам тут. Спали как убитые. Всё хорошо. Ну, вот такие вот... А, сейчас ещё покажу туалет. Ну, вот такие вот мелкие претензии у нас присутствуют. Пикантные претензии. Пикантные, да. Я вот не могу понять, почему у меня мало вещей. У меня было больше, когда я тебя заезжала. А где свет, вы не помните, там включается? Да, давай. Нет, на микровомовке. А, за микровомовкой. Так, ну давайте нашу королевскую. На сайте было сказано, что это королевская комната. Но... Вот такая вот раковина. Вот мы, допустим, с Полиной подошли, оба и умываемся. Да, и Полина хотела включить все лампочки. А. К сожалению, так... Туалетки не было. А, да, туалетной бумаги не было, мыла не было. Но был фен. Да, фен есть, полотенец дофига, для ног даже полотенца есть. Всё как бы... Всё как бы оно хорошо, но... И вот эти меренивые, часики ползые, кстати. Всё как бы хорошо, но вот мелкие детали... Ты же бедяшка, кстати. А поэтому, может, туалетной бумаги нету, типа? А, точно! Зачем она? Раз, два. Ну, мы добрые люди, мы оставили свою туалетную бумагу и мыла следующим посетителям. Смотришь на фильм? Ребят, ну всё, мы тут всё посмотрели. Мы уже выселились. Девочки, меня уже ждут в машине. Пишите комментарии, как вам этот посёлок. Лайкайте видео. Подписывайтесь на канал. С вами был Игнат. Я был со Светой, с Полиной, Олей. Всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.